Экономический рост, приток иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, а также реализация десятков социальных и инфраструктурных проектов. Подводя итоги работы за минувший год, Башкан Гагаузи Ирина Влах провела расширенную ежегодную пресс-конференцию и ответила на вопросы журналистов и местных экспертов. Свои вопросы главе автономии задавали и жители региона. Диалог наладили через социальные сети и по телефону открытой горячей линии. В последние годы в автономии наметилась тенденция роста собственных доходов и, впоследствии, увеличения объема регионального бюджета. Благодаря этим мерам в уходящем году впервые власти Гагаузи изыскали десятки миллионов леев. Финансирование направили на реализацию социальных и инфраструктурных проектов, а также на ремонт местных дорог. Один из них реализовали в селе Гайдар. Сумма финансирования на обновление дорожного полотна превысила 20 миллионов леев. Помимо этого, подчеркнула Башкан Ирина Влах, в населенных пунктах автономии отремонтировали дома культуры, больницы, детские сады, школы, а также молодежные центры творческого развития. Многомиллионные средства из регионального бюджета были выделены на огромное количество социальных программ, которые были направлены на жителей нашей автономии. Успешно мы реализовываем программу по выплате пособий нашим роженицам. Вы знаете, что эта программа была запущена в 2017. В 2018 мы эти пособия увеличили. Мы помогали семьям, в которых рождаются двойни, выплачивали им единовременные пособия в размере 20 тысяч лей. Семьи, в которых рождались тройни, мы им выплачивали пособия в размере 50 тысяч лей. В уходящем году продолжил работу фонд по поддержке детей, нуждающихся в дорогостоящих операциях. И благодаря этому фонду наши 12 детей смогли стать получателями дорогостоящих операций за границей. В 2018 бюджет региона превысил отметку в 800 миллионов леев. А в наступающем 2019 ожидается, что казна автономии продолжит пополняться и сумма накоплений перевалит за миллиард. Сумма запланированных доходов – 450 миллионов леев. В 2015 такому объему был равен общий бюджет автономии. Благодаря бюджету на 2019 год у нас будет запущено 13 социальных программ, которые охватят 38 тысяч жителей нашей автономии. И в бюджете на 2019 год мы на это заложили 63 миллиона лей. Конечно же, если говорить о показателях бюджета на 2018 год, то доходная часть бюджета нашей автономии в этом году составила 830 миллионов лей. Мы прогнозируем, что в следующий год бюджет нашей автономии превысит миллиард. Также в выходящем году приток иностранных инвестиций достиг отметки в 5 миллионов евро. Невозможно переоценить и помощь, оказанную Гагаузии турецкими партнерами. Динамично развиваются и отношения автономии с регионами России. Мы привлекли в Гагаузию двух очень крупных инвесторов, которые уже построили в Камрате современное производство и создали 1200 рабочих мест. В уходящем году нам выпала огромнейшая честь. К нам в Гагаузию приехал президент Республики Турция Раджептей Протаган. Под личным контролем господина президента у нас в Гагаузии были построены и введены в эксплуатацию дом творчества, региональный детский садик, лечебно-диагностический корпус. В Чедрунге был дом престарелых, введен в эксплуатацию. А, конечно, к турецкими специалистами ведутся проектные работы по капитальному ремонту сети водоснабжения, канализации. В этом году я была в составе делегации нашего президента Игоря Николаевича Додона в Москве на встрече с президентом Российской Федерации, с Владимиром Владимировичем Путиным. И на этой встрече были достигнуты достаточно важные решения и договоренности для жителей нашей страны. Результаты многочисленных опросов показывают, что Башкану доверяют более 70% жителей автономии. Ей уже прочат победу на предстоящих весной выборах главы автономии. Ранее Ирина Влаг заявила, что будет баллотироваться на второй.